Здравствуйте, уважаемые телезрители! После отпуска, после такого жаркого лета, мы наконец встречаемся с вами, хотя жара не окончилась, но тем не менее мы с вами. И у нас в гостях славянский городской глава Вадим Михайлович Лях. Здравствуйте, Вадим Михайлович! Мы опять встречаемся. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в такую жаркую пору и будем говорить о том, что происходит в городе. Что произошло за этот июль, а произошло много. И прежде всего, о чем говорит город, и что увидели, это дороги. Столкнулась с мертвой точки. Да, лед тронулся. Действительно, начался ремонт уже так масштабно. Три компании ведут одновременно ремонты по капитальному ремонту уличного покрытия. На сегодняшний день уже часть дорог отфрезерована, улица университетская закончена. В общем, в планах в течение этого месяца завершить капитальный ремонт тех дорог, которые намечали и выделяли финансирование. Но еще одна хорошая новость, хочу для жителей города сказать, она также хорошая для меня, потому что сегодня, 8 числа, как я анонсировал, должно было быть вскрытие по тендеру по улице, скажем так, по тем улицам от ЖД вокзала до курорта. Тендер состоялся, победитель определен. Теперь в течение 10 дней проверка документации и всего прочего. Я думаю, недели через 2-3 он уже подрядчик сможет приступить к работам. Начнутся работы по восстановлению дорожного покрытия по улице бывшей Свердглова и до курорта. Вот это вот центральная магистраль, да? Да, да, да. От вокзала до вокзала, скажем так. От вокзала до вокзала. Сразу хочется сказать, что уже видно, что к следующему году, видимо, не переживет зиму дорога улицы Батюка и Бурвар Пасова, бывшей, потому что там, в принципе, та же самая проблема. Движение грузового транспорта в течение 3-х лет, скажем так, капитально убило эту дорогу. В этом году мы ее подлатали, но понятно, что это не спасение. Поэтому на следующий год мы уже ищем финансирование. В ДФРР подали заявку на 36 миллионов для того, чтобы на Артема сделать капитальный ремонт, вот так же, как вот эту улицу за областные деньги, от вокзала до вокзала, как мы ее назовем сейчас. Точно так же произвести такой же капитальный ремонт улиц по микрорайону Артема. А качество этих работ? Ну, пока что закончена только университетская, пока нареканий не было. Ну, скажем так, по ремонтной работе ведут те же подрядчики, что и в прошлом году. Опыт работы мы с ними уже имеем на сегодняшний день. Поэтому те проблемы, которые несколько проблемных участков, и мы вместе с вами, как вы помните, выезжали на место и смотрели, как делался капитальный ремонт, в принципе, удовлетворительно. Несколько участков там были сделаны, скажем так, поправки, и замечания были учтены и исправлены подрядчиками. Поэтому если какие-то и будут нарушения, в принципе, мы видим, что подрядчик не доводят досудебных разбирательств, самостоятельно их устраняют. Есть замечания определенные по ямочному ремонту. Ну, традиционно они возникают, в том числе и у, скажем так, активистов. Вот сегодня на аппаратном такое звучало. Опять-таки информацию сегодня мы проверяем. Если действительно такие факты имеют место, то обязываем подрядчика их исправить. Нам хочется еще увидеть, как ремонтируются тротуары. Мы уже не раз, я с вами говорила, это уже мой такой вопрос прямо. Значит, ну, как я уже говорил, то есть компания ПДСК, которая выполняла работу по улице Университетской, в ближайшее время, буквально на следующей неделе, может быть, плюс-минус там еще несколько дней, должна приступить к работам по внутриквартальным дорогам и по ремонту тротуаров. Как мы с вами договаривались, по улице Шевченко. Да, по улице Шевченко, старая почта, пожалуйста, потому что ходить там просто невозможно. Еще неделю ждем, потому что, в принципе, насколько я понимаю, они перебросили технику на другой объект, сейчас его заканчивают и снова возвращаются к нам в город, и уже, скажем так, мы их не отпустим. Будут работать до Победного. Также вот вы видите, что по улице Свободы ведутся работы, с одной стороны, по плиточному тротуару, также вот этот сейчас должен состояться уже в ближайшее время, и с другой стороны мы тоже начнем эти же работы. Мы буквально сделали репортаж по этому вопросу, так что мы уже все сняли и все покажем в картинках. Подрядчик победил, который и в прошлые разы делал, в прошлые года этот тротуар. В принципе, мы видим, что качество, которое было сделано в предыдущие годы, там три года назад, первые на работе были четыре года назад, наверное, это где-то в этом промежутке времени. В принципе, тротуар стоит, плитка нормальная, то есть хорошего качества, поэтому, в принципе, я думаю, что проблем с этим тротуаром тоже не будет. Парк, следующий вопрос, который там, активная работа, в этом году парка жил. Это замечают и жители города. И, в общем-то, детей там стало больше, и аттракционов там разных. Был вопрос еще весной, нам задавали этот вопрос, наши люди, по туалету. И я так понимаю, что туалет сегодня какая-то тоже проблемная точка. Давайте по парку. Это одно из пунктов моей предыдущей программы. Была, безусловно, и вода, дороги, и в том числе стоял парк. И с первого дня, как я только сел в кресло мэра, начал заниматься его благоустройством и обдумыванием, как мы это все сделаем. Поэтому самое первое, что было сделано, какая из проектно-смертных документаций, которая была откорректирована и приведена в соответствии, это была проектно-смертная документация по папку. Мы выделили деньги на сессии и ее отредактировали. Это были одни из первых решений, скажем так. В принципе, что позволило в дальнейшем наличие этой проектно-смертной документации, уже отредактированной, позволило получить финансирование областное. А в этом году уже ни много ни мало, 5,5 миллионов гривен уже выделено из местного бюджета и практически, вот вы все видите, уже осваиваются в городе на благоустройство парка. Также, к большому сожалению, 3-го числа было вскрытие по аукциону на областные деньги, там 18 с копейками миллионов было. К сожалению, только был один участник, и поэтому еще на месяц перенесли этот тендер. То есть мы ожидаем, что через месяц все-таки выйдет побольше участников на этот тендер. Ну, конечно же, меня не может не радовать то, что сегодня большое количество людей, и общественников, и волонтеров, и людей, скажем так, и не из нашего города в том числе, обеспокоены судьбой парка, занимаются реализацией. Но тут же должен сказать, что все-таки львиную долю работ, которые сегодня сделаны, выполнены за счет средств местного бюджета. Если так в цифрах, я уже скажу, 5,5 миллионов местный бюджет, 1,2 миллиона это деньги USAID, на которые были закуплены камеры, лавочки, аттракционы. Также принял участие министра садообщественной организации, которая разработала дизайн детской площадки, сцены, танцпола. Ну, в ближайшее время, я так планирую, что 24-го числа августа, на День независимости, мы сможем презентовать уже, скажем так, открытие и танцпола, и детской площадки, и, возможно, спортивного вот этого комплекса, потому что, ну, там есть определенные сложности, ему нужно еще устояться порядка двух недель, да, прежде чем мы начнем монтаж спортивного оборудования. Если, в принципе, я вижу, что погода жаркая, время сократится, ну, я не вижу пока что проблем, чтобы мы не успели к 24-му числу. Судебные тяжбы с подрядчиком, который делал проектно-смертную документацию, потому что не позволяет эта документация объявить тендер и сделать эти работы. Поэтому будем ее возвращать, требовать компенсации, либо привести в соответствие. Теперь такой вопрос после этого времени начал муссироваться по поводу туалета, да, нужен ли нам такой, как в Межгорье, там туалет и так далее. Ну, скажу честно, мое было задание техническое для СУКС, для проектировщика, для того, чтобы в парке появился не просто кабинка на два входа в виде туалета, а действительно полноценный туалет, как минимум три кабинки для мальчиков, три кабинки для девочек, с кабинкой для инвалидов, с пантусом, то есть с проточной водой питьевой, ну и, соответственно, имел соответствующий презентабельный вид. Много ли это или мало, полтора миллиона приблизительно, если учесть, что порядка там, сейчас скажу, 500 тысяч пойдет из этой суммы только на подвод воды и все, что связано с подачей воды и сантехнику, а 700 тысяч только там будет коробка, скажем так, самого туалета. Обычно это дорого. Ну, во-первых, по проекту воду потянуть нужно за 200 метров. Это методом прокола, скажем так, не самые простые работы земляные, не самые сложные, с одной стороны, но все-таки 200 метров подвода, запорная арматура и так далее. Здесь это такие технические решения. Если сейчас мы найдем более приемлемый вариант, ну, рассматривали мы скважину, там есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, с одной стороны, это дешевле, с другой стороны, потом расходы на фильтрацию, а также еще отслеживать необходимо нужно, не дай бог, кто-то прозевает, скажем так, замену этих фильтров, не дай бог, какое-то пищевое отравление. Ну, я думаю, оно не совсем уместно. Поэтому, в принципе, пошли по принципу все-таки нашей воды, которая фильтруется на фильтровальной и, скажем так, подача от водоканала. Ну, вот как раз этот момент, протяжение этой трубы, подача воды, это понятно, а вот сама коробка миллион стоит... Ну, на сегодняшний день, еще раз говорю, к сожалению, такие цены, то есть сделать фундамент, капитальное, дать строение, пандус, это не легкая конструкция, капитальное, сегодня вот в рамках этих цен, то, что имеем, то и имеем. Я, конечно, с удовольствием сделал бы его дешевле, но, опять-таки, техзадание было сделать полноценный, как минимум, на 6 мест, скажем так, на 2 отдела, ну, и чтобы он выглядел соответствующе. А то, что там те предложения, которые звучат, давайте лучше сделаем кабинки, ну, я себе, честно говоря, не представляю, как, во-первых, в кабинку человек с ограниченными возможностями заедет туда на коляске или сможет, скажем так, зайти в туалет, это первое. А второе, в 40-50 градусную жару засунуть туда, другого слова, не вызову ребенка, это как минимум негуманно, на 10 минут это, я не знаю, чем может закончиться. Хотя у нас 4 кабинки на сегодняшний день существуют. Ну, более того, я понимаю, что этот туалет будет, на связи с тем, что он находится в центральной части, да, и парк доступ у нас свободный, и в туалет тоже будет не оплатный, скажем так. Это будет, наверное, по всей видимости, общегородской, единственный туалет, да, бесплатный туалет в городе. Поэтому, скажем так, несколько таких задач ставилось, поэтому, как-то так. Ну, возможно, первый, но не последний. Ну, да, будем надеяться. И тогда следующий вопрос у нас вблизи, вот у нас День города, День независимости, у нас праздники, будут ли парк функционировать, что будет на эти праздники? Ну, на сегодняшний день, на День независимости, общественная организация «ЗМИСТ» со своей командой начинает подготовку к празднованию этого праздника в парке. В принципе, опыт они уже имеют, довольно-таки неплохо у них это все получается, поэтому вот первый праздник, который будет уже в обновленной, скажем так, ракушке, сцене, танцполе, пройдет вот именно этот праздник. Но также мы уже готовимся к Дню города, скажем так. Уже есть понимание, в каком формате мы будем его проводить. Не сильно он будет отличаться от того, что было в прошлом году. Единственное, у нас будет вместо фестиваля мяса будет фестиваль кухонных народов мира. Также этот праздник будет безалкогольным, ну, чтобы как бы компенсировать и привлечь внимание к напиткам безалкогольным. Среди всех участников, которые будут, а это все известные рестораны нашего города и кафе, которые работают на территории нашего города, они откликнулись и принять участие пожелали в этом празднике, как и в прошлом году. Помимо блюд, они будут также представлять коктейли безалкогольные, напитки. Ну, и такое будет своеобразное соревнование, тоже с оценкой, с номинациями и так далее. Скажем так, концертная программа будет состоять, ну, начнется, можно сказать, с первых там аккордов, и с первого начала, это с 12 часов дня, будут местные исполнители, приезжие. Ну, а финальную часть мы уже решили посотрудничать с классным радио, и программу музыкальную будут готовить они с помощью общественной организации «Славянский любимый город». Ну, это значит, день города, город меняется, мы говорили о дорогах, бигборд. Вот еще, что мы заметили, в городе стали меньше, срезали, наконец-то. Ну, я не думаю, что тут у меня не стоит, скажем так, да, я общаюсь с операторами этого рынка, я часто слышу, что они не зарабатывают, бигбордов слишком много, мы решили немножко помочь, он порядочит этот вопрос. В двух локациях возле кинотеатра «Сапфир» и на перекрестке на Сарту закончился договор аренды. В принципе, желание у людей, у операторов этого рынка было продлить их, но не было желания у жителей нашего города и у меня городского головы. Поэтому, скажем так, договора не были продлены без, скажем так, упирательствия. Спасибо, что в первый день, как только 17 июля закончился договор, по договоренности, собственники этих бигбордов все их срезали. Меня это радует, скажем так. Теперь дальше, в продолжение этой темы, уже дал распоряжение нашей архитектуре, и у нас в скором смысле времени появится комплексная схема расположения этих рекламных счетов по всему городу. Может быть, возможно, с запасом каких-то мест мы будем, и постепенно те борды, которые, скажем так, будут заканчиваться, они договора, я вот уже вижу по улице Свободы, не совсем приметно, еще есть несколько бордов, которые хотелось бы убрать, это, например, магазин «Афуршет». Как только эти договоры будут заканчиваться, продлять мы их не будем, где-то будем, возможно, давать в других местах людям возможность установить борд. Ну, не в таких, скажем так, центральных частях, где загораживаются фасады зданий, либо зеленых зон, потому что в планах, в принципе, развивать эти зеленые зоны, а если на ее территории стоит борд, то рано или поздно это будет вытаптываться, и посадки, и трава, и так далее. Ну, при всем моем уважении к такой рекламе, ну, не всегда он просто там стоит на этом месте. Безусловно, я с вами согласен. Более того, если мы говорим о месте, опять-таки, уже давно распоряжение, в ближайшее время снабдим финансированием, когда будет уже понятно, какая сумма на это потребуется. Хотелось бы видеть, знаете, такой перспективный план развития центральной части города. В цвете, в 3D-инсталляции, то есть уже с термомодернизированными домами, которые находятся по улице Свобода, Сату. То есть у нас уже на выходе проектно-смертная документация парка, с ее тоже внешним видом. У нас уже заканчивают по окончанию работы по проектно-смертной документации по бульвару Пушкина, опять-таки уже с картинками красивыми, да, площадь, парк, бульвар Пушкина, Сату, Свобода. Именно вот этот квадрат хотелось бы увидеть уже в цвете, какие тротуары, какие заборчики, где бюкборды, где ларьки там, или нет ларьков и так далее. Вы знаете, Валерий Михайлович, что вот уже не один раз были такие всякие планы, но мы видели уже такие картинки, потом, к сожалению, как-то менялась власть, и это все не реализовывали. В принципе, по первой позиции были потрачены деньги на реализацию этих проектов, на визуализацию этих проектов. А второй, мы просто теряли сам проект, как красоту города, как улучшение жизни нашей. Вот где гарантия того, что вот вы сейчас это сделаете, это будет хорошо, и это реализуется? Вы знаете, это дорожная карта, а на сегодняшний день для того, чтобы получить финансирование, в том числе областное, любое другое, нужно неплохо уметь себя продать. Вот эта именно инсталляция поможет себя хорошо продать. Особенно, если будет ПКД, а у нас будет ПКД и на бульвар Пушкина, и на площадь, и на другие проекты, о которых мы говорим, проектно-смертная документация. Поэтому при наличии всех этих документов всегда проще получить финансирование. Вот именно независимо от того, кто будет мэр, там, Ляк, или кто-то другой, это будет дорожная карта. Тем более мы ее выставим на обсуждение, она будет обсуждаться с жителями нашего города, понравится, не понравится, выслушаем все замечания, внесем, возможно, какие-то изменения. Но я думаю, если это будет качественный продукт, и, скажем так, согласованный с жителями нашего города, независимо, кто будет мэром, я думаю, просто-напросто, и не важно, кто это там Ляк заказал или еще кто-то, ну, возьмет его для реализации в будущем. Потому что понятно, что такие вещи масштабные, они не за один год сделаны будут, но могу сказать, что вот уже по площади губернатор наполягает, скажем так, что побыстрее выдавайте, я финансирование предоставлю по площади, да, мы понимаем, выделили деньги на парк, как бы там кто-то сомневался, областные, помимо наших финансовых вложений, и область по участвованию, а именно благодаря тому, что было ПКД. И в дальнейшем, если у нас будет проектно-смертная и на центральную часть, и на озеленение, и на проекты, вот именно связанные с благоустройством, сегодня экологические деньги можно под это, скажем так, заводить, да, областные. Поэтому, я думаю, это будет большим плюсом, если у нас уже такое в ближайшее время, к следующему году бюджетному, родится такой вот внешний вид центральной части города. Вот за этот период еще были какие-то финансовые поступления, что у нас еще нового, что мы можем ожидать еще? Каких новых строений, новых реконструкций? Два таких приятных момента. Первый обращался к мальному депутату Недавалю Анатольевичу с просьбой помочь в выделении денег из госбюджета на ремонт Семеновки, именно, именно, клуба и освещения, которое там тоже в таком не совсем хорошем состоянии находится. На этот потребовалось больше 5 миллионов гривен. Буквально на следующей прошлой неделе пришло сообщение о том, что субвенция в размере 10 миллионов, это на Светогорск и Славянский район, а также 6 миллионов на Славянск, на ремонт клуба Семеновского. Ну, давно у них это проблема. Они еще до войны у них. Да, и полтора миллиона для школ, там, удлиненные доски и так далее. В принципе, считаю, неплохо, потому что действительно будет хорошим плюсом, потому что Семеновка у нас подзабытая. В этом году мы хотим еще провести газ. Для этого выделяем дополнительно осенью еще 400 тысяч, которые мы выделили, миллион девятьсот, еще до выделяем 400 тысяч, чтобы все-таки этот проект реализовать в этом году. Ну, в принципе, получится, что еще в этом году можно будет отремонтировать клуб. Также на встрече с губернатором, полношем Живриевским, скажем так, получили еще деньги на ремонт наших КНС. Тоже такой очень болезненный вопрос. И полярную, скажем так, довести до ума, потому что на сегодняшний день большие деньги мы уже вложили. Осталось немного, 3,5 миллиона для того, чтобы завершить этот проект. Вот, скажем так, финансирование вот этих проектов мы сегодня получили подтверждение. То есть дополнительно из экологического фонда областного 10 миллионов, из государственной субвенции порядка 6 миллионов в ближайшее время она получена. Ну, в общем-то, все вопросы такие, с большой бородой. Да, да, удается их решать. Понятно, что самому хотелось бы очень быстрее, чтобы это было, потому что все-таки, ну, я уже не раз объяснял, почему такие возникают проблемы, скажем так. Есть понимание, есть желание городской власти, да, и выделяются и деньги, но, к сожалению, проходит много таких препятствий, связанных с техническим преодолением этих препятствий, скажем так. Но на сегодняшний день мы видим, что уже по городу строительство идет, больниц, школ, так уже такие нормальные тендеры. На роддом мы снова объявили тендер, почему? Потому что по первому тендеру два подрядчика, которые вышли, мы их отклонили, потому что были замечания по документации. Завтра объявляем заново этот тендер. Также, к большому сожалению, всего лишь один подрядчик вышел на тендер по общежитиям, это на деньги Европейского Союза, а их должно быть как минимум два, поэтому тендер считается несостаёмщимся, и сегодня мы его объявили заново. Поэтому сложности есть, да, большому, вот к освоению денег, да, то есть появляются деньги, но всегда появляются сложности с их освоением. Ну, еще вот так сложилось, что несколько телезрителей, которые знают нас, просили вас спросить о жилье. То есть, после войны вопрос стоит достаточно остро, и тем не менее, очень много и частных домов, в которых вроде как никто у них живет, ну, и вот эти большие недострои, которые в центре города, которые мозолят в глазах. Ну, проблема с большими недостроями состоит в том, что на сегодняшний день эти дома, как правило, скажем так, не введены в эксплуатацию и являются просто, ну, скажем так, если правильно назвать, скоплением кирпича больше. Это не объект. На сегодняшний день, даже вы помните историю о том, что мы хотели купить один дом для переселенцев, в принципе, для людей, потерявших жилье. Однако не смогли, потому что на сегодняшний день нет ни технической экспертизы, нет ни документации на них, а просто как бы под разборку, под кирпич. Ну, часть участника нет технической... Да, 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 просто нет утерянного... Карла Марса, допустим, мы уже не увидим, как... Нет, ну, я думаю, опять-таки, если провести экспертизу, привлечь экспертов, все это возможно, узаконить, но это все время, опять-таки, и деньги. И на сегодняшний день, понимаете, сначала должна быть экспертиза, да, и техническое состояние, чтобы мы понимали, что мы... Кто должен платить за это, хозяин? Хозяин, безусловно, потому что... Мы можем тоже, но, опять-таки, здесь юридические сложности. Опять-таки, потратить деньги и не получить эффекта, это не целевое использование. Поэтому, как правило, это делает хозяин, если он заинтересован в продаже этого дома. Потому что, теоретически, мы уже не раз не говорили о том, что мы готовы, да, а практически не получалось, потому что не получали необходимую документацию, которая бы нам позволила потратить бюджетные средства. Что мы приобретем там за 4, либо 3, 4, 5 миллионов, не важно сколько, даже денег, тут уже не столь важно, от 3 до 5 миллионов или там 2 миллиона, потому что наказание за это, уголовная ответственность, одинаковое. Бетонмашевский дом. Вот. Здесь хочу сказать вот еще, скажем так, мы... Вот из приятных событий, то, что на последней сессии мы выделили деньги и сегодня приобрели, вот сегодня уже состоялась сделка у Бетонмаша, бывшее здание ЗАГСа, по улице Ярмарочной, да, и, как мы называем его, будем делать там прозорый офис. Что это значит? Это значит, что на сегодняшний день реализация этого проекта УТЗН, который находится на Артема, переедет в этот комфортабельный прозрачный офис, позволит им наладить свою работу для того, чтобы обслуживать больше и качественнее наших жителей нашего города. Вы решили все отпуск, это в июне. Да, но сегодня уже сделка состоялась, и уже у нас был замминистра, я не знаю, мы с вами освещали это, нет, который осматривал этот объект, мы показывали приблизительно, что мы там хотим увидеть, и пообещал, что даже можем получить субвенцию из госбюджета напрямую на реализацию этого проекта, потому что, в принципе, он им понравился. И место на полохождение, и само здание, и вот сама задумка. Конечно, хорошо, но вот я все-таки хочу вернуться к проблеме все-таки жилья, потому что жилье, вот я говорю, если бы люди не спрашивали, я бы так и не настаивала. Люди спрашивают. Вот тот же, я еще хочу вернуться к Бетонмашевскому дому напротив, около завода, и те куча, можно сказать, частных домиков, которые потеряны хозяева, почему мы их не возвращаем вымороченное вот это жилье. По напротив, дом около номерного завода. Вот именно ситуацию, которую описал, именно это касательно этого дома, что этот дом был в аресте, он реализовывался через юстицию, и реализовывался как стройматериалы. В таком состоянии, купить его за бюджетные деньги, ну это очень, так скажем так, проблематично. Тем более без экспертиз и так далее. Ну, а маленькая выморочная... А маленькие дома, которые сегодня превращаются в свалки, эта проблема существует, но юридически она тоже не урегулирована на уровне государства, не на уровне местных советов. То есть сегодня эти дома, скажем так, они все равно имеют своих собственников. Если, конечно, есть документы, как вы, как вы эти выборочные, что мертвы, там все, цепочка, извините, так сказать, за такое слово. Ну, нет, наследника. Да, наследника. Тогда это возможно. Но опять-таки, это такая процедура очень долгая. На сегодняшний день у меня нет на практике ни одного случая, когда мы такой частный дом забрали в коммунальную собственность, либо снесли, либо навели там порядок. Хотя на сегодняшний день проблема стоит с этими свалками и мусорками, потому что сегодня последнее было, начало строительство полигона очередного в Краматорске. Приезжал я туда, видели мы вместе с мэрами городов соседних, как разворачивается, скажем так, стройка. Порядка 100 миллионов будет выделено на его реализацию. Соответственно, будут ряд, скажем так, перегрузочных станций по области построено для того, чтобы наполнять мусором именно этот полигон. Поэтому здесь, как бы, борьба со стихийными свалками стоит острая. Она на контроле, в том числе, и на области. Мы не только из-за того, что на контроле области, мы сами заинтересованы в том, чтобы наш город был чище. Но проблема узаконить эту процедуру по этим брошенным данным очень сложная. Здесь нужна помощь и государства в том числе. Ну, Владимир Михайлович, в общем-то, у нас еще есть другие вопросы, время наше уже подходит к концу. Большое спасибо еще раз, что к нам пришли. Я думаю, каждый раз, когда к нам приходите, у нас есть вопросы наших телезрителей и по нашим сюжетам, и по нашим темам. Спасибо. Ну, в принципе, да. Сегодня, конечно, с одной стороны, мы видим, что у нас город закипел, что начались строительства. С одной стороны, это и приятно, с другой стороны, это вызывает несколько неудобств, особенно связанных с ремонтами больниц наших. Это тоже понимается. Поэтому прошу прощения у наших жителей, которые сегодня, посещая наши лечебные учреждения, потому что они в стесненных обстоятельствах, тут же идут ремонты, тут же мы ведем прием, тут же у нас приезды, это я имею в виду и ЖД больницу, и больницу Ленина, бывшего названия, сейчас она имеет другое, номер один, лечебный заклад. Здесь, конечно, сложности есть, но я уверен, что когда это все будет реализовано, тогда ее отношение к этим процессам будет немножко другое. Так было с здоровьем. То есть я сегодня вижу, что когда только начался ремонт, люди немножко успокоились, потому что увидели, что все это будет сделано. Поверили и с ожиданием смотрят, чем это все закончится. И потом будут ходить по этим дорогам, как будто это было. Это процесс бесконечный, потому что в следующем году появятся новые дороги, как я уже сказал. Новые проблемы. Да, новые проблемы. Но еще будем решать. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо. Оставайтесь с нами.